Главные новости последних дней – формирование правительства республики. Сегодня глава Чуваши подписал указы о назначении ключевых министров. Одним из первых стало назначение министром финансов Светланы Янилиной. В ходе протокольной встречи Михаил Игнатьев и Светлана Янилина обсудили выполнение бюджета республики за 9 месяцев. В частности, на 3% увеличилось поступление налогов на прибыль. При уточнении бюджета, которое как раз на днях у нас прошло, мы пересмотрели свои доходы и, соответственно, пересмотрели свои плановые показатели. На сегодняшний день, что касается расходов, мы осуществляем все в плановом режиме. У нас нет задержек ни по одному виду расхода. Что касается социальных выплат и зарплаты, они все своевременно. Даже в прошлом месяце мы с опережением немножко отдали. Касаясь создания ветерана труда, то, что по этому году мы все те решения, которые обещали нашим ветеранам от родного стажа, приняли. Социальные выплаты через главного строительства Минздрав, финансовые средства получателей, получают своевременно? Нет там никаких заболеваний? Да, все своевременно получают. На своем посту остается и Олег Марков. Он по-прежнему будет отвечать за строительство, архитектуру и жилищно-коммунальное хозяйство республики. Во время рабочей встречи глава Чуваши обсудил с Олегом Марковым выполнение планов жилищного строительства. Несмотря на общероссийские тенденции, в республике удалось сохранить темпы строительства. По итогам 8 месяцев рост составил 105%. Почти половина вводимых квадратных метров доступна эконом-класс. Успешно выполняется программа «Жилье для молодой семьи». Олег Марков доложил и о начале отопительного сезона. Отопительный сезон у нас уже практически в 10 муниципальных образованиях начат был, еще до выходных дней. На этой неделе все остальные муниципальные образования отопительный сезон начинают. В целом хочу сказать, что котельные у нас запущены, это порядка 25%. Отделы дошкольного образования где-то на 50%. Общее образовательное учреждение, они тоже уже сегодня где-то на 25% запущены. И отделы культуры, значит здравоохранения, они сегодня уже более чем на 20% тоже запущены. Сейчас очень активная работа ведется, в том числе большая работа была проведена и по городу Чебоксара, и это за субботу и воскресенье. Практически, я думаю, вот к концу недели мы должны найти в такой нормальный отопительный сезон. Перспективы выполнения действующих программ в области экономики и промышленности глава Чуваши обсудил с Владимиром Авреликиным. Он также сохранил свой портфель министра. Я надеюсь, что мы не вылетим из той десятки, в которую попали из агентства развития инициатив в создании благоприятного климата. Это позволит нам, как в частности нормотворчества, в качестве исключения бюрократических барьеров, развивать бизнес. Они сейчас все не остаются. Наша задача сохранить, улучшить ситуацию для того, чтобы бизнес развивался. И второе, это мы вот эти высокопроизводительные рабочие места, вот эта доля валового регионального продукта увеличивает. Конечно, добавленная стоимость в выпускаемых изделиях. Так вот, для того, чтобы увеличить добавленную стоимость, нам нужно сегодня повышать производительность труда, обновлять технологические предприятия малого бизнеса. И именно в эту сторону мы сместили акценты поддержки предпринимания.